ребят всем привет привет а мы то в аэропорту мы летим домой время у нас 10 час мы зашли в местную кафе потратить оставшиеся бат и купили себе мороженое детям по сосиски взяли и ребята возможно у вас получится посетить как это называется экскурсия в общем когда находишься в сингапуре и если ожидание больше пяти часов то аэропорт предоставляет бесплатную экскурсию в общем об этом узнаем обязательно видео заснимем то есть надо будет подойти это все дело про мониторить надеемся нам удастся увидеть сингапур показать его вам девчонки как настроение и конечно по хотелось бы сказать что жалко уезжать все-таки всегда когда начинаешь сборы ничего не жалко мы если честно уже вчера говорили уже прям сил нету как хочется домой начать работу все равно когда собираешь вещи когда там отдаешь байк или еще что-то там уже привел к каким-то местам и такое понимаешь что надо уезжать все это остается но тем не менее да радует то что впереди очень много дел китай очень ждет очень большие великие дела развитие канала естественно очень большие планы по работе надо много денег заработать тоже планы очень большие цели приедем будем писать цели на бумажке и потом постепенно будем их выполнять также мы детей еще приучаем к этому они садятся за листок бумаги и тоже пишут мечты свои цели тоже в общем участвует в этом мы их приучаем потому что как бы это все материализуется правильно это мотивирует прежде всего на какие-то действия и мечтать не вредно говорится мечты сбывается да как нас детстве учили мечтать не вредно к нам говорили на самом деле ребята мечтать это очень хорошо даже ну все приятного аппетита вкусно слизистка нет вкусно мороженое взяли у обожаем это мороженое вкусно очень а и опасность опасно не боится на сервис очень приятный момент произошел сотрудница подошла и не сказала говорит вставайте в приоритетную линию потому что вы с детьми путешествует хотя в принципе все сядут но про ну так-то боится разобраться ну что таиланд прощай мы не увидим тебя больше никогда а тут смотрите ребята аэрофлот здоровый нет мы поедем когда когда поедем в ближайшем будущем правильно а сейчас а кстати мы летим с сингапурскими авиалиниями называется скучно как-то называется нет нормально пока все мне нравится пропустили вперед и места кстати при регистрации нам дали вместе места прошу раз помнишь как мы летели у нас детей посадили отдельно нас отдельного чем другом лигу весь самолет в нашем распоряжении катя у поп 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 прощай земля добрый путь все ребята взлетели все ребята взлетели Ребята, мы прилетели в Сингапур. Ну что, встречай, у нас новая страна. Мы вообще по максимуму отдыхаем. Уже какая страна по счету. Мы еще здесь ни разу не были. Сингапур называется. У нас была первая машина из Сингапура. А пахнет, ребята, очень вкусно. Цветами пахнет, да, Пуся? Сейчас наша задача с Катей найти эту экскурсию, да? Да, где регистрация проходит на вот эту бесплатную экскурсию. Чтобы нам здесь весело было провести время. 8 часов. 8 часов здесь ожидания, представляете? 8 часов. Ребята, смотрите, какая красота в аэропорту Чанги. Растения все живые, посмотрите. Ну там, наверное, колонки, наверное, скорее всего. Дай денежку, дай денежку. Я хочу бросить. Давайте бросить туда. Там можно бросать. Ну давайте бросим. У меня монетки как раз есть. 1, 2, 3. Ура! Это чтобы вернуться? Бросаем монетку по старой традиции, чтобы вернуться в это место, да? Раз. Только не в рыбку, да? 2, 3. Наконец-то мы нашли эту стойку. В общем, сейчас Катя будет все узнавать и регистрироваться. Возможно, мы посетим Сингапур. В общем, мы подошли на информационную стойку, где регистрируется на бесплатный тур по Сингапуру. И он сказал, что следующий доступный автобус только в 7.30 и возвращается он сюда в аэропорт в 10 часов. Поскольку у нас самолет в 9.55, это уже вылет, мы не успеваем на эту экскурсию. Да. Сносили. Так расстроились. Обломились. Можно совершить прогулку по садам, которых в аэропорту 5. Вот один из них это сад с рыбками. Второй сад вот с орхидеями мы видели. И так далее. Больше я не знаю. В том числе есть еще сад с бабочками. Вот. Можно посмотреть кино. В кинотеатре есть терминалах 2 и 3. Работают они 24 часа в сутки. И можно прокатиться по 12-метровой закрытой горке. Это можно сделать бесплатно, потратив по аэропорту 10 долларов на что угодно. Ребят, я вам должен показать туалет в Сингапуре. Это что-то. Все сделано по последнему писку моды. Здесь получается для инвалидов. Я смотрю, картины можно наблюдать перед тем, как зашел на горшок. Никакого намека на вонь вообще нет. Пахнет очень приятно. Здесь писсуары. Тоже стоишь, любуешься на природу. Не знаю, тут можно лежать спокойно. Такая чистота присутствует. Просто обалдеть. Все настроено. Гель выкинуть можно. Здесь что-то пахнет прям приятненько. Здесь, я так понимаю, можно еще пеленать детей. Да, супер. Вот он, пожалуйста, туалет в Сингапуре. Клево. Надо поставить лайк. Ова. Я говорила про пять садов, которые находятся здесь, в аэропорту Чанги. Это вот такие красивые локации с прудами. Здесь сад орхидей. Очень красиво. И пруд с карпами Коя. Очень много разновидностей цветов. Очень красиво играет. Такая музыка приятная, тихая. А что тут делает папа с детьми? А они рисуют. Хвалила. Вот какие замечательные развлечения есть. Ты посмотри, что ты рисуешь. Фуд оф Сингапур. Еда в Сингапуре. Я не специально. Так, что там рисует Полина. Посмотрим. Чанги Ээпорт. Ника что рисует? Ой, а у Ники ничего не получается, потому что она делает неправильно. Красиво? Да, вообще красиво. Что это изображено, я правда понять не могу. Это развлечение прям всецело захватило нас, да, папа? Все взрослые сначала стояли, смущались, смущались. Потом видят, что только большая дядька тут развлекается. Решили тоже порисовать, да? Сипа начали подходить, начали все рисовать. В общем, здесь вот такая игровая комната, в которую можно поиграть в компьютер, да, Слав? В общем, ребят, в этом аэропорту можно подняться на второй этаж. И прямо на эскалаторе, прямо на бочине прямо написано. Игры, музыка, кинотеатр, сад с бабочками, да? С подсолнухами. С подсолнухами, кинотеатр. В общем, все развлекуха, вот заходишь, просто все бесплатно. Вот такая комната закрытая, у детей там кинель. Все в бесплатном пользовании, очень радует. Компьютер я посмотрел, достаточно мощный. Прям вот для людей, якобы, вот если ты с большим ожиданием, здесь можно комфортно провести, сутки можно спокойно, мне кажется, провести. Кинотеатр, игровая какая-то зона, музыка. Я так понимаю, это же комната отдыха есть, она бесплатно там пользования, да? Да. Ребята, это Сингапур. В общем, ребята, вышли из игровой комнаты. Слева я наблюдаю сад подсолнухов. А справа кинотеатр. Сейчас маленечко заглянем в кинотеатр, там смотрят фильм. Потихонечку сниму, что там, как-то. Маленький, зову совсем. А сейчас мы, ребята, пройдем сад подсолнухов. Интересно, подсолнухи настоящие? Ух, как жарко! Настоящие? Контраст с самолетами, да? Да, они настоящие. Вау, как мне нравится этот цветок, обожаю его. А здесь курилка. А вот это что такое интересно? А, это тоже курилка. Таким навесом сидишь, смотришь, как самолеты взлетают. Ой, как на улице жарко. Вроде бы находишься там в здании, да? И вроде бы пасмурно, кажется. И такое ощущение складывается, что здесь прохладно. Выходишь и прям скорее хочется обратно зайти, потому что жарко очень. Здорово сделано, да? Такой контраст. Клево мне прям по аэропорту круче всех. Вау, еще и здесь, смотрите, люди играют. Здесь уже приставка идет. Ну, просто сидят, играют, ждутся у самолета. Стрелялку какую-то играют. Сонька, судя по джойстику, Сонька здесь блондинку поставили за пульт управления. Ааа, он чуть не свалился. Ребята, ожидание в аэропорту около 10 часов. И, естественно, мы без еды не можем. Хотим вам заобзорить то, что мы заказали. Смотрите, какая красота. Здесь какой-то как вог какой-то. Здесь овощи обжаренные с мясом, с яйцом. Это мы заказали неострая лапша для детей. Лапша, кстати, по выбору. Здесь, например, какие-то шарики мясные. Катя заказала карри еду, да? Карри, там лапша и там креветочки. Тофу. Вон, посмотрите, как красиво. Вау. И заказали. Как они называются, Полина? Шалома. А по-русски? Маленькие фельмешки. Налички у нас нету. Расчет здесь ведется в долларах. Можно оплатить UnionPay. Карты UnionPay. У нас есть карта UnionPay. Мастер-карты и так далее. Ну, там, видимо, за транзакцию надо будет заплатить. Потом посмотрим, сколько там вышло. И, собственно, сейчас мы будем кушать. Полюш, как тебе? Очень вкусно. Ура! Все вкусно. Мне кажется, вот это вкусно очень. Зараза. Что, остро? Остро. Ладно, ребята, не будем вас дразнить. Приятного аппетита всем. Вам, девчата, приятного. И вам, ребята, приятного. Приятного. Ребята, в город нас не пустили. Но мы не унываем. Мы пытаемся ощутить Сингапур по полной программе. И, к вашему вниманию, сингапурское пиво. Мы подошли к продавцам 711 и спросили, дайте нам, пожалуйста, сингапурское пиво. И они нам посоветовали вот этот тайгер. Мы еще удивились, потому что мы это пиво видим в Таиланде. Born in Singapore. Лимонное пиво. И хочу попробовать и поделиться своими вкусами. Своими ощущениями. Странный вкус такой. Пивной такой. И лимона прям совершенно практически нет. Ну что? Содовая. Да? С таким... А, так тут 2% алкоголя всего. Да. Вроде пьешь сладенькое, а что-то такое приятненькое, да, содовое. И такой небольшой букет пива присутствует. Пойдемте что-нибудь еще попробуем в Сингапурское. Поищем здесь. Между терминалами уходит вот такой вот вагончик. Без водителя на монорельсовой дороге. Вышли в терминал 3-й. Тут такая красота. Умеют они оформить, конечно, свой аэропорт. Здесь, конечно, все в китайском стиле. Собака, год собаки. Дерево украшено китайскими вот этими монетами. А сейчас мы идем, ребята, в сад бабочек. То есть время мы скоротали вообще. Пролетело незаметно. И буквально через 3 часа у нас самолет. Так что никуда уже шевелиться не будем. Сейчас походим в сад бабочек. Посмотрим, в общем, маленечко поглазеем еще на аэропорт. Ребят, не пришлось долго искать сад бабочек. Смотрите, сразу же вот такие вот цепи висят, видимо, чтобы бабочки не вылетали. Еда для бабочек. Смотрите, они вон лакомятся. Водопад. Отлично. Вот так бабочки рождаются, смотри. Вон прям крылышко уже вылезло, видимо. Вот бабочка. Вот, смотрите, светит, какая красивая полная. Вау. Красота, красота. Дети просто в шоке. Вау. Вау, они полетели. Ну что, дамочки, рассказывайте, что нового нашли еще? Вообще классно. Сплатный массаж. Просто бесплатный, все что? Да, садишься, выбираешь режим, нажимаешь кнопочку. И все, и работает? Сидишь, кайфуешь. Никуч, как я? Я вижу, тебе неудобно на нем сидеть. Вот это вот мнет. Мнет, как будто бы два мужика, блин. Ну, сильный. Прикольно, да? Круто, ничего. Вот мне вот все бесплатно. Все. Я остаюсь, ребята, жить в Сингапуре, в аэропорту. В аэропорту Чанги. 10 часов, ребята, пролетели незаметно. Наш самолет уже выставили, и мы идем на посадку. Время провели очень весело, аэропорт интересный. Интересный, большой. Есть чем заняться. Так что берите ожидания. То есть я думаю, что можно спокойно там себя занять чем-нибудь, по садам по этим погулять, в игровой комнате посидеть. В принципе, можно в город даже выйти, если есть желание там на экскурсию. Масашнок поделать, вкусно покушать. Включимся, наверное, уже в Гуанчжоу. Будет ночь, обязательно поснимаем. У нас очень большой басс. Я смотрю, прям очень большой. Три вида. Давай, заходи, давай. Здоровый, да, посмотри какой? Огромный, 2-6-3. Я порой удивляюсь, как такие махины могут летать. Летают, да, как они поднимаются в небо. Наконец-то мы прилетели в Гуанчжоу. Время сейчас 3 час. Дети спать хотят. Метро, кстати, не работает. Сейчас надо будет такси нарячу найти. Вышли ребята на улицу, а здесь тепло оказывается. Но чувствуется такая небольшая прохлада, да, по сравнению с Хукетом и Сингапуром. Нашли такси. Он подошел, в общем, за три сотни. Предложил уехать. Мы с ним договорились за 220. Что-то он так вчистил с нашим чемоданом. Он, может быть, это... За чемодан. Хочет его унести. За чемодан. У нас там коптер лежит, нет? Так, может, там трусы одни, откуда он знает. Так, побежали, догоняем. Все, ребята, мы дома. И это, похоже, наше велотренажер отправили нам китайцы. Но об этом чуть попозже. О, наконец-то. Дом, Нил, дом. Все, ребята, наконец-то мы дома. Дети зашли так, прям с таким удовольствием, ааа, мы дома. Что там у вас? Авокадо пропало. Пропало. Ну так сколько лежало-то, конечно, пропало. Полтора месяца. Где там Вероничка наша? Я еще кукла не малиная. Ты соскучилась по куклам, кинулась к своим куклам. Нет, я не малиная. О, тут отвалились у нас картины. Посадили картины на жидкие гвозди. И вот кое-какие картины упали. И потянули за собой другие. Надо будет усилить. Я тут смотрю, у нас еще и елка стоит. Мы еще Новый год отмечаем. Дел куча. Завтра у нас выходной. Дети завтра в школу еще не идут. А в понедельник уже пойдут в школу. Через один день. Время, ребята, смотрите, 4.55. Надо, в общем, сейчас быстрым-быстрым шагом в постель. И отсыпаться. Все, ребята, спасибо, что стоите с нами. Смотрите, комментируйте, ставите лайки. Подписывайтесь, ребята. Увидимся в следующих видео. Будет распаковка велотренажера. Ну и все. Всем пока. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok